Боюсь, у меня не хватит времени рассказать о том, что делает фонд, потому что мы в таком уже в темпе вальса должны двигаться. Просто хочу обратить ваше внимание, что на многих публикациях, которые вы получили сегодня и которые используются в Беларуси, стоит логотип нашего фонда «Здоровье женщин по нервной семье». И это означает, что мы очень много уже сделали и очень благодарны лица Тиграна Института ЮНЕСКО за распространение нашего опыта, наших наработок и то, что Институт считает их качественными и достойными распространения в других странах. По поводу подготовки учителей, Светлана Сергеевна много рассказала, как это делается на государственном уровне. Я представляю общественную организацию. Очень благодарна коллегам из Молдовы, из Эстонии, что они обращали внимание на это. Да, в общественных организациях есть ресурс. Есть ресурс разработать, есть ресурс напечатать, есть ресурс обучить. Ну, окей, не всю страну, но очень много людей. И, пожалуйста, действительно пользуйтесь этими возможностями. Что мы сделали, поскольку мы много лет уже работали в теме полового воспитания с подростками здорового образа жизни, мы понимали, что кроме работы с подростками равным-равным обучением, мы развиваем социальный театр. У нас есть уже программа для родителей, которая тоже уже пошла дальше в страны регионов. Мы все-таки решили еще сосредоточить свое внимание на потребностях учителей. Провели исследование несколько лет назад, опрашивали подростков и учителей. Подростков мы спрашивали, как предмет основы здоровья внедряется в школах, что они оттуда выносят, какое впечатление. И учителей спрашивали, как они этот предмет преподносят, в частности, вопросы сексуального репродуктивного здоровья. То есть не весь предмет целиком, но эти вопросы, какие трудности они испытывают, работая с этими темами. Четыре было региона, и разные были по одной фокус-группе в каждом регионе. Очень разные регионы, кстати. Преподавание предмета происходит по-разному от школы к школе, потому что мы уже авторы называли отношения родителей, отношения администрации, отношения соответственно учеников. Все по-разному этот предмет преподносят. Если это интерактив, дети хотят. Если это не интерактив, что очень часто бывает. Реферат, первый урок и последний урок, на котором нужно сдать реферат. Но это дети говорили, я сейчас не выдумываю. Хотя были очень классные воспоминания детей о том, что учительница все рассказывала, все показывала. Часто это был учитель биологии именно, который я хорошо в теме ориентируюсь. И даже выходили за рамки программы, принося за свой счет купленные бананы с надеванием презерватива. Детей это просто впечатляло. И они настолько доверяли вообще этому учителю, что и с родителями проблем тогда не было на самом деле. Ну, обязательно все равно учитель там с родителями предварительную работу проводил. Ну вот, дети тут контакты отходят. Я могу в принципе, у вас нормально, могу в принципе так попробовать. Тут несколько цитат, вы потом увидите, просто для смеха можете почитать. Есть изданные результаты этого исследования. Потребности подростков. Что они хотят? Они хотят больше информации, они хотят больше информации про права человека, про то, как противодействовать насилию, вопросы гендера и разнообразия в области сексуальности. Их это интересует, и так или иначе они будут искать эту информацию. Вопрос в том, как бы, в каком виде они найдут и что после этого будет. То есть их эти вопросы интересуют. Что учителя хотят? Как бы там ни было, даже если это учитель биологии, он все равно, зная информацию, не знает, как ее подать так, чтобы комфортно было и ему, и детям. Поэтому они хотят больше метод пособий. Причем, при том, что в Украине учитель уже свободен. Вот сейчас у нас идет реформа. Учитель может сам выбирать метод материала, который ему нравится для использования. Брать там упражнения, брать метод пособия. Но у них есть страх, что если там нет грифа министерства, то они боятся его использовать, потому что будут претензии у администратора школы, будут претензии у родителей. Поэтому они все равно хотят, чтобы везде стоял рекомендован, да, и прописано, каким письмом от министерства это все одобрено. Учителя также хотят, чтобы были какие-то видео, еще какие-то научные материалы, все, чтобы им помогало. И кроме того, они говорили, что им не хватает именно навыков проведения занятий в форме интерактивной, потому что, ну, лекцию прочитать, в принципе, любой педагог может на то, а не учатся в педагогузах, правильно? Интерактивными методами владеет какая-то часть, которые попадали в программы профилактические. Но очень многие в теме именно сексуального репродуктивного здоровья не чувствуют себя комфортно работать с детьми. Что мы сделали? Мы сделали одно пособие, второе. Сначала про первое. Значит, это пособие, ну, я бы сказала, такой уникальный инструмент, потому что его могут использовать не только педагоги, его могут использовать психологи школьные, его могут использовать социальные педагоги, просто активисты общественных организаций, которые хотят работать в этой теме. Оно создано таким образом, что есть часть информации, которую должен изучить тренер, ведущий, да, и упражнения, интерактив. И в пособии написано, что, пожалуйста, никаких лекций, вот вы изучили тему для себя, вы ориентируетесь, есть там дополнительные ссылки на ресурсы, все, вы уже ориентируетесь намного лучше, чем ваши дети. Теперь берете интерактивное упражнение, и в процессе дискуссии, в процессе этого упражнения, вы детей подводите к пониманию того или иного вопроса. То есть там нет никаких лекций, нет никаких презентаций. Мы пытаемся убедить учителей в том, что наилучший результат будет, когда дети сами активно это обсуждают, даже если вначале они ошибочные мнения какие-то высказывают, что часто бывает много стереотипов, все равно в процессе правильной постановки вопросов во время проведения этого упражнения, кивайте, правда, ребенка любого можно привести к тем выводам, который мы хотим, правильно? Но вот этот момент дискуссии, дебатов, это их так цепляет, что они, ну, хотят дальше, хотят продолжения. То есть использовать его может много кто, и благодаря этому пособию можно построить свою программу, расписать, допустим, работу с, ну, во-первых, скажу, что оно для возрастной группы, для работы с детьми 15-18 лет, то есть это старшая школа. Можно эти все упражнения, они там идут, каждая тема, и к ней идет несколько упражнений, от 4 до 7 упражнений к одной теме, для того, чтобы ее раскрыть. Можно расписать эту программу в течение, там, двух лет, например, да, или года, проводить занятия за занятием, тема за темой, усложняя, давая более сложные упражнения. Всего 8 тем, как я сказала, хочу обратить ваше внимание на их название. Первая и последняя тема – это права человека. Вот мы можем 300 раз рассказывать здоровье, это важно. Подростки, вы знаете, особенности подросткового возраста, они не очень ценят эту ценность, да, хорошее состояние здоровья. Они, ну, так сложилось, да, что у них работает мозг таким образом, что они хотят рисковать, и в этом смысле здоровья наименьшее, что они боятся потерять. Поэтому мы начинаем и заканчиваем правами человека. Там речь идет о конвенции о правах ребенка, о декларации о правах человека. И все это не, опять же, я говорю, все это не лекции, все это не презентации. Это все упражнения, все упражнения. И когда мы правильно это проводим, они всегда понимают, какая связь вообще между международными документами, нашими законами национальными, и их жизнью, когда им приходится принимать решения по поводу себя или людей, которые рядом находятся. Другие темы, я думаю, что вот между второй и седьмой в большинстве пособий, в большинстве ваших программ так или иначе эти темы отражены. Но мы делаем очень серьезный упор на правах человека. Коротко. Я вам предлагаю просто полистать по пособия потом, потому что времени действительно нет. Второе. Второе пособие мы делали исключительно в помощь учителю основного здоровья. Оно полностью отвечает программе, которая была обновлена в 2017 году. Мы, кстати, как организация, еще другие общественные организации имели возможность высказать свое мнение по поводу улучшения этой программы, этого предмета. И потом сделали это пособие, чтобы учитель мог, преподавая вот эти темы, которые в программе, просто делать это интерактивно. Им этого очень не хватало. Они говорили, дайте нам, мы ищем, ну да, мы находим, но это такое какое-то вот, что смогла, то нашла интернет большой, попробуй найди. Мы им дали этот инструмент, и там есть тема про взаимоотношения, про безопасность сетей, направленный на самоанализ, там, насколько я безопасно, да, там себя веду, противодействие буллингу, взаимоотношения с родителями. То есть, на самом деле, программа очень-очень хорошая, им не хватало вот этого момента, когда это можно делать интересно для детей. Все это, все упражнения от 20 до 45 минут, что очень удобно для учителя, не надо, как бы, это все. Растягивать большое тренинговое занятие, и там есть две таблички, которые учитель открывает, и он смотрит. Ага, тема такая, мне нужно, значит, сегодня занятие по такой теме, какое упражнение мне подходит. Посмотрел, выбрал. Это я проводил, а вот это сегодня можно провести. То есть, в принципе, очень удобный для использования. Оба, да, оба эти пособия были очень детальные, я вам должна сказать. Особенно первое пособие прям вычитаны, Светлана Сергеевна не даст соврать. Вычитаны до слова. Спасибо, Светлана. Да, действительно, потому что это была у нас длительная совместная работа, чтобы мы очень пытались сохранить баланс между тем, к чему учитель готов, да, и ученики по уровню развития образования, и их родители, и между тем, что мы хотим продать, скажем так, да, потому что мы хотим чуть больше, да, чем было до этого. И в конце еще, ну не в конце, а это тоже один из статусов, министерство, всем институтам повышения педагогической квалификации, Академиям после дипломного образования, поставило такое письмо, где рекомендовано не просто использовать эти пособия, а использовать их в процессе подготовки педагогов, в том числе время курсовой, там, межкурсовой подготовки, да, отдельных каких-то семинаров, которые возможно организовать на базе института. Это было очень помогающим документом, который потом позволил, в принципе, нам, как общественной организации, сотрудничать с этими институтами. И мы уже некоторое время готовим педагогов. Что мы сделали совместно с ЮНЕСКО? Мы разработали для этих институтов такую модульную программу, да, причем, вот, я, кстати, забыла сказать, что первый вариант первого пособия вот этого, мы, как организация, сделали основную часть, потом встретились с представителями институтов, и там были педагоги, там были школьные психологи, и мы вместе с ними полностью прошли это пособие, подчеркали, поменяли там очень много всего, то есть мы дорабатывали этот документ вместе. Мы не просто отдельно, как общественная организация, сели написать то, что мы хотели, потом пришли и сказали, вот, пожалуйста, берите. Нет, мы делали это вместе, объясняя, причем, взаимно наши цели, и тогда получился такой документ, который действительно они в состоянии теперь использовать в своей работе. И в помощи мы для того, чтобы в институте это могло быть закреплено, разработали тоже вместе, таком модуль небольшой, и с его использованием идет уже подготовка непосредственно, семинары, тренинги. При поддержке фонда и ЮНЕСКО, в том числе, двухдневные семинары мы проводим с учителями. Ну, то есть мы обучили тренеров, и они у себя в областях теперь проводят с учителями такие семинары, тренинги. Причем, часть этих семинаров, это больше, ну, вот, обучение, правда, там, теория немножечко, и проведение с ними интерактивных упражнений, чтобы показать, как это работает. А вторая часть, что очень важно, это мы распределяем среди них задания, провести вот в этой группе то или иное упражнение в рамках той или иной темы. Даем время на подготовку, и вот эта часть полностью, это анализ ихних тренерских навыков. То есть они, проводя это упражнение, имеют возможность получить обратную связь от наших тренеров национальных о том, как они успешно это сделали. Потому что один вопрос, я беру пособие в руки и думаю, что у меня все пойдет хорошо. Когда я прихожу в класс, о том, что говорила Санна Сергеевна тоже, аудитория мне может реагировать совершенно иначе. Они не готовы. И если я не умею распоряжаться своим временем, правильно объединить в группу, еще другие вещи делать, такие тренерские навыки, если не очень развитые, тогда могут быть проблемы с дальнейшей работой. На этих семинарах-тренингах мы не только учим учлесного здоровья, там вот как раз есть и педагоги-организаторы, школьные учителя, социальные педагоги, заместители директора по воспитательной работе. Но эти все люди сами подписались, туда там объявление было о том, что будет вот такой семинар. Пожалуйста, кто хочет, регистрируйтесь. Они сами очень мотивированные люди приходят, обучаются, которые они потом точно будут это делать в школах. И это просто с разных областей фотографий, как вы видите. Где-то довольствуются сертификатами, которые мы присылаем, а где-то институт говорит, что нет, мы хотим свой сертификат. Они добавляют туда наши логотипы и от института дают сертификат об окончании этого. И это засчитывается? Да, и засчитывается в часы. Да, 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 да. В 16 часов им это засчитывается. Сейчас что происходит? Сейчас уже на базе институтов где-то утверждены, где-то еще в процессе внедрения работы по этим двум пособиям выгодовые планы. И это очень хорошо, потому что мы тогда спокойно можем уже... Оставить им пособия, а они будут работать. Да, да, да. Они уже... Есть обученные люди, наши национальные тренера. Есть понимание администрации института об этом, о том, что это идет. И запись на некоторых областях это идет просто чудесно. И запись на семинары превышает намного наши возможности. там у нас просто не хватит, я уже знаю, до конца года у нас не хватит пособий, чтобы всем желающим их выдать на руки. Но есть электронные версии, конечно же, и тем, кто проходит это обучение, мы и электронную даем, и печатную копию. И вот в разных областях этот курс, он закреплен, да, в плане работы института. Это 8 часов, может быть, 16, а вот есть 36 часов в Херсонской области. Они сделали, но это для школьных психологов. То есть развернутый курс, там и включена домашняя работа, подготовка, и непосредственная работа здесь и сейчас, да, там очень так глубоко с ними. Она как раз очень хорошо, девочка с ними, прорабатывает какие-то личностные еще вопросы. Ну, тут еще цитаты в поводу дальнейшей работы. В общем, я хочу сказать, что вот этот наш опыт совместный с министерством очень ценен. И я надеюсь, что дальше мы будем тоже еще продолжать внедрять. И это пособие, семинары в других областях, потому что мы не все в Украине. Украина очень большая, как вы знаете, 17 тысяч школ. Представляете, сколько? Там годы и годы работать. Все, спасибо. если есть вопросы. Танечка, спасибо вам. Вы сказали фразу, ради того, чтобы все это делать, что записываются учителя в очередь, чтобы прослушать курс по-русу. Вообще, вы в это верите? Это фантастика. У нас просто тренера наши национальные суперзвезды, поэтому... Спасибо. Светлана, спасибо. Я небольшой комментарий. У нас есть в Киеве непосредственно две общественные организации. Это организация, которую представляет госпожа Датьяна, и организация, я уже называла эти фамилии, Владимир Пономаренко, это здоровье через образование. И вот что надо отметить, это позиция министерства, для того, чтобы курсы, которые разрабатываются общественными организациями, для того, чтобы они внедряли школу, мы привлекаем к этому именно после дипломного образования. Поэтому сначала проводится обязательно тренинг для методистов, которые отвечают за внедрение этого предмета, а потом уже, потом обязательно письмо министерства, где рекомендуется этот курс включить в учебный план, института, и тогда это им дает право действительно во время повышения квалификации учителя в этот период эти курсы включать в учебный план института, и учителя с удовольствием их проходят. Также мы работали и с иностранными организациями, их сегодня уже называли, это немецкая организация, GIZ, тоже с ними было очень два интересных проекта, это маршрут безопасности, известный, и еще очень хорошо в Украине себя зарекомендовал второй проект, это футбол-честная игра, это через 4-летие скульптуры, где был большой блок именно профилактики ВИЧ-инфекции, и замечательно он тоже у нас в Украине себя показал. И тоже все эти инструменты, они все проходили реализации на экспертную оценку на предметных комиссиях научно-методического совета, министерства, и получали определенные грифы министерства, что позволяло их использовать в школах. Кроме того, у нас еще есть интересный инструмент, разработанный в немецкой организации, это профилактика ВИЧ-инфекции на местах, он разработан как пилотный проект в Запорожской области, то есть как для того, чтобы в школьной среде весь педагогический коллектив, и не только педагогический, а и технический персонал, чтобы были в этой теме проинформированы и тоже хорошие результаты. Этот у нас курс разработан как программа для повышения квалификации тоже, и тоже предложен он Институтом Боскредитовного образования. Ну вот у нас жизнь перед нами ставит постоянные вызовы, и очередной вызов, это наше изменение системы и механизма повышения квалификации учителей в соответствии с новым законом об образовании, который теперь дает возможность осуществлять повышение квалификации учителей разным организациям, не только Институтом Боскредитовного образования, любому институту, любому высшему учебному заведению, а также общественным организациям и даже юридическим посолам. Ну да, то есть какому-то отдельному человеку единственное условие, они должны пройти аккредитацию, и их программы должны быть утверждены вновь созданной государственной службой качества образования. А мы должны еще туда сейчас пойти, да? Ну пока что вот только, у нас только на обсуждении вывесен проект о новом механизме повышения квалификации. Основная суть это то, что за пять лет учитель должен набрать 150 часов разных курсов, ну можно сказать, кредитом, но он выбирает сам, где он будет это проходить. И деньги государственные выделяются по субвенции на учебное заведение, определенная сумма на пять лет, и уже, то есть учитель и директор школы будут решать, какие курсы, где будет проходить учитель, и естественно перечитать их. Поэтому вот это новый вызов, вы усложняете. Это, это, ну как бы у нас уже сложилась определенная система. Теперь входят новые игроки, многие в общественной организации, просто когда только закон был принят, уже начинали обзванивать министерство, вот мы готовы, мы готовы, мы готовы. Но пока что это вот, ну вызов, который пока, я не знаю, чем это закончится, именно для института после переполнного образования и вот конкретной подготовки учителя основного здоровья, поэтому вот надо над этим обдумать, если какие-то идеи не будет, извините. Ну любой процесс, это процесс, и в один день ничего не решается. Но у нас есть, вот учитывая то, что есть обыск сотрудничества с такими общественными организациями, как здоровье женщины, планирование семьи, здоровье через образование, мы как бы уже заранее, как только был издан закон, принят закон, мы уже сразу говорили институтам, что вы налаживаете отношения с такими общественными организациями, включаете их курсы в свой план работы, и таким образом можно будет как-то это урегулировать. Ну, вот то, что я хотела добавить, и хотела отметить очень плодотворное сотрудничество с этой общественной организацией, я с ними сотрудничаю, мы уже почти 10 лет, и когда они первый раз пришли в министерство, вот мы хотим что-то делать в этом направлении, у нас была большая, пустая совершенно ниша, это работа с родителями, и вот эта ниша заполнена именно благодаря этой организации, у нас разработан очень хороший курс «Семь шагов», тоже он у нас внедряется после дипломного образования, проходит это и учителя, и заучи, и вот это то, о чем сегодня говорила и госпожа Валентина, о том, что сотрудничество государственных учреждений и негосударственных общественных организаций, это один из путей решения вопроса образования в сфере здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо.